В эфире телеканала Союз, программа беседы с батюшкой, в студии Михаил Карелин. Добрый вечер, дорогие батья и сестры. Сегодня у нас в гостях военный боевой батюшка, протеерей Михаил Васильев. Здравствуйте, отец Михаил, благословитель наших телезрителей. Бог вас, мои дорогие, благословитель. Добрый вечер. Дорогие друзья, тема нашей беседы с отцом Михаилом – воспитание. И поговорим мы об этом широком поле, в общем-то, я думаю, на примере семьи отца Михаила. Насколько мне известно, у отца Михаила четверо детей. Я не ошибаюсь, батюшка? Надеюсь, что нет. Спасибо. Батюшка, прежде чем мне бы хотел задать вам вопрос, как вы воспитываете своих детей, но он насколько короток, настолько и широк. Мне бы хотелось узнать, из какой вы сами семьи? Ну, я из семьи кадрового военного. Мой папа, раб Божий Владимир, недавно представился. Прошу смиренно. Молитв она представлена, рабе Божьем Владимире. И мы с моей младшей сестрой вместе всю жизнь ездили по военным гарнизонам. И до 17 лет, до окончания школы, мы постоянно меняли место жительства в Советской армии раз в три года в среднем. И, в общем-то, поэтому моя родина была Советский Союз. Это было действительно четкое понимание того, что все, что вокруг, там шкаф, кровать, оно не имеет большого значения, оно обязательно скоро сменится. А везде будет Россия, везде будет наша страна, рубежи которой, я полагал, вместе с отцом, мы защищаем, находясь в очень отдаленных гарнизонах, защищая небо России. И прекрасно мы понимали, что великий и могучий Советский Союз, он состоит в том числе и из тех людей, которые его защищают. Этим кто-то должен заниматься. Я всегда гордился, что мой папа командир. И до сих пор горжусь. А ваш отец был летчиком или легенчиком? Нет, он в противовоздушном обороне. Да, то есть они занимались тем, что взорвавшиеся натовские самолеты в воздушное пространство наводили на них наши высотные истребители. И даже был один раз случай, посадили на наш аэродром. То есть это была такая очень напряженная служба в Заполярье. Постоянные боевые тревоги, постоянно разведчики в 70-е, 80-е годы брожировали вдоль наших границ, заходили в районе полигона Новая Земля, где ядерные взрывы были, постоянно проводили разведку радиолокационными своими средствами. Это была такая необъявленная война холодная, которая имела совершенно горячий ритм. У нас в середине городка находился большой такой колокол звуковой, да, то есть такой мегафон. Из него постоянно там раздавались звуки, потому что боевая тревога офицерам прибыть, значит, по боевому расчету. И, в общем, это и ночью, и днем было, и мы так все время чувствовали, такой пульс времени, что идет вот. Такое ощущение было, вот как в прифронтовой полосе. Ну и пограничники у нас там были, это был берег Баренцева моря. Батюшка, было бы логично, если бы вы стали военным? Ну, извините. И все-таки, почему священником вы стали? Есть какой-то перелом? Ну да, партия сказала надо, комсомол ответил, есть благословил духовник. А как отец отнесся к этому, мать, родители? Ну, как они отнеслись? Я, собственно, сам выбирал свою судьбу, и когда получал образование, когда трудился, и тем паче, когда уже в возрасте 27 лет принял священнический сан, это был выбор, к которому я никогда сознательно не шел. Совершенно понятно, что хотеть стать священником могут какие-то только особенные избранники Божии. Я был обычный университетский преподаватель, младший научный сотрудник, и предпочитал больше думать о том, как старому старшему научному сотруднику, или доцентом, и так далее. И, в общем-то, ну, раз церковь призвала, я не счел себя вправе отказываться от этого служить. По всей эпохи ни о чем не жалею, хотя так вот всем нашим уважаемым телезрителям скажу, что этот крест тяжелый, надо значительно больше семи раз подумать, прежде чем отрезать. То есть лучше совсем не идти в священники, чем быть плохим священником. То есть если на первом месте у тебя собственная семья, или, например, вопросы воспитания собственных деток, то как пастор, ты, скорее всего... Ну, или, по крайней мере, это будет трудно. То есть тут необходимо полагать свою душу за паству. Это означает, что у тебя не должно быть времени вкручивать лампочки, или заниматься собственными детками, водить их там в бассейн, или на теннис. Таких вещей мы не можем себе позволить, потому что все остальное время, 7 дней в неделю, стараемся, собственно, посвящать паству. Ну, а смена работы – это традиционная форма отдыха, это нормально. Я думаю, что так у большинства священников. Мы же суть духи служебная. А воспитанием-то вы как отец занимаетесь, или это все ложится больше на плечи матушки? Ну, безусловно, что больше на плечи матушки, но при этом, собственно, задача-то отца – это являть пример образа. То есть если дети видят, что отец не, соответственно, водку пьернствует, и не, соответственно, занимается какой-то ерунбой, а занят каким-то настоящим делом. Не важно, кто он – священник, учитель, военный, врач. Если видят, что папа действительно занимается чем-то важным, нужным людям, то, мне кажется, это само по себе назидает. Я вот по своим деткам, которые еще достаточно маленькие, вижу, что для них важно, что их папа занят делом, которому они соучаствуют, за которое переживают, болеют, спрашивают. Еду в командировку, они обязательно спрашивают, папа, тебя в этой командировке не убьют. Я с уверенностью говорю, Господь милостив, нет, не убьют. Батюшка, скажите, пожалуйста, я правильно понял, что на Ваше решение родители не оказывали влияние? Ну, безусловно, что даже на решение курить не или не курить родители никакого влияния не оказывали, оставляя это на усмотрение моей собственной совести. Еще в раннем школьном возрасте никого не приходило в голову проводить на входе в квартиру или в дом, где мы жили, в барак, фейс-контроль, там, дыхни на меня, или там, а ты сегодня не пил пиво. То есть, мне кажется, что такие методики... Но предварительные беседы были какие-то на эту тему? Ну, я... Есть какой-то вред от этих вещей? Я думаю, что любой здравоохранительный человек, который просто гуляет по улице и видит, как жалко выглядит сидящий на скамейке или лежащий рядом с ней алкоголик, он в сердце своем, и прежде всего ребенок, детки очень впечатлительные существа, искренние и честные, все очень ярко запоминают. Он однозначно сделает вывод, что это состояние, безусловно, человека доводит до высшей степени унижения, никто не захочет в таком состоянии быть. Именно поэтому большинство людей, даже одержимых такими страшными страстями, как наркомания, пьянство и прочие, они никогда не признаются в этом, а всегда говорят, что я-то не алкоголик. Так вот, там, Коля, Вася с третьего этажа, который пьет пять дней в неделю, он алкоголик, а я пью всего четыре, и поэтому я не алкоголик, просто люблю выпить. Или там говорят, что я... Ты видел меня, чтобы я хоть раз валялся? Не видел, все, значит, я не алкоголик. Или ты видел, часто тоже с этим сталкиваешься, люди говорят, ты видел, вот вокруг все пьют, а я вот, ну что, как все, у меня такая работа, у меня такой образ жизни, мне приходится быть на деловых встречах. Да, то есть, это разные формы оправдания, за которыми встречается такая... То есть, раскаивание, раскаивание. Ну, прежде всего, попытка самообмана, хотя совесть все равно обличает и подскажет тебе, что если... А иначе бы не было бы оправдания. Ну, человек за этими такими бумажными трафаретами пытается сохранить, собственно, я, хотя на самом деле это еще хуже только. То есть, нельзя маслом гасить пламя, нельзя, собственно, самооправданием, другим грехом пытаться добиться того, чтобы от тебя отступила страсть, которая тебя тяготит. Это бессмысленно. При моменте, когда ваши дети будут определять свой путь, хотя он, наверное, определяется ежедневно, вы так же, как ваши родители, не будете им ничего подсказывать? Какими вы их видите в будущем, вот через 20 лет? Ну, прежде всего, свободными. Свободными, в том числе от страстей, в том числе от неких штампов, комплексов, идеологических схем. Мне кажется, что где Дух Господний, там, там, свобода. Очень важно, чтобы они понимали, что христианство – это не то, что нельзя, а то, что можно. А можно все, кроме того, что, собственно, очень внешне и очень просто и понятно ограничивается в заповедях ветхозаветных. Очень показательно, что ветхозаветные заповеди в большинстве своем говорят о том, что нельзя. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. А никоим образом не говорят о том, в большинстве случаев, что человек должен делать. Кроме заповеди уважительного отношения к родителям и почитания Бога, все остальное человек определяет сам. Что не запрещено, юридический принцип, то разрешено это и в христианстве. Сердце человеку должно подсказать, с кем соединить свою судьбу, узами брака, а не какие-то идеологические схемы. Безусловно, человек сам определяет себе профессию или служение. Потратить ему единственную жизнь на то, чтобы служить людям и ближнему, как это делают воины, врачи, учителя. Или же потратить свою жизнь на то, чтобы зарабатывать деньги, а уже этими средствами, что вполне допустимо, стяжать какие-то добрые дела. Батюшка, у нас звонок из Переславля. Ответим. Добрый вечер, пожалуйста, задавайте Ваш вопрос. Батюшка, благословите. Бог Вас благословит. Это Николай Переславля. Что Вы думаете о необъявленной войне? Кого, с кем? С кем воюем, Николай? С духами злобы поднебесной найдет давно. Какая война? А против христиан? Ну, наверное... А против детей, христиан и все это безобразие? Ну, Вы прекрасно понимаете, Николай, как христианин, да, что эта война началась не вчера, и что эта война, несомненно, закончится нашим поражением. Но именно тогда и начнется победа жизни над смертью, тогда и явится Господь. И именно поэтому издревле Церковь призывала ей гряди Господи, да? Мы прекрасно понимаем, что в этом мире мы обретаем скорби. И тем не менее, радость о воскресшем Спасителе побуждает нас к тому, чтобы не унывать, не отчаиваться. И делать по мере сил и возможностей то, что мы можем делать. Я вот сам и Вам предлагаю исповедовать теорию малых добрых дел. То есть, делать то, что ты должен, можешь делать, и будь что будет. Мне кажется, не нужно придавать сильное значение оценке сил, средств, как в наступательной или оборонительной операции. Надо просто делать, что должен, выполнять свой долг по отношению к ближнему, по отношению к Богу. Слава Богу, сейчас у нас такое время, когда, по крайней мере, в лоб. Никто не запрещает нам воспитывать в вере своих деток, воспитываться самим. И из истории Церкви в 2000 лет вряд ли найдется. Тем паче у нас на Руси даже 100 лет такой степени духовной свободы, которая есть в нашем Отечестве последние 20 лет. Это особенное благодатное время. И зримое доказательство этому возрождение православия в той стране, которая до сих пор остается, на мой взгляд, языческой. Но христианские корни, которые по-прежнему прорастают в самую глубину культуры и традиции. Мне кажется, не все так плохо, Николай. Я бы, честно говоря, радовался, что Господь сподобил нажить в это непростое, сложное, но очень благодатное время, когда обретаются святыни утраченные, восстанавливаются храмы, монастыри. И очень важно, чтобы мы восстанавливали свои сердца и трудились по мере сил. Наверное, так. Спасибо большое за Ваш ответ. Скажите, а Вас в детстве наказывали? Было за что? Помнится какая-нибудь история самого серьезного наказания? Ну, наверное, меня больше всего... Больше всего меня, конечно, убеждали в том, что мера ответственности, которая на мне лежит, она за младшую сестру, за дом, хозяйство. Отец на службе, мама на работе, практически ответственность за все, начиная с покупки продуктов. А Вы старший брат? Да, я старший брат. И побуждал он меня к тому, чтобы не шалить. Ну и потом у нас было печное отопление, бараки. То есть, это все означало, то есть, если я просто ушел куда-то и не протопил печку, то вечером просто у нас замерзнет вода в бочке на кухне, и все просто... Там не особенно ты расслабишься. Как это говорят в армии тогда, говорили, офицерское троеборье, вода, дрова, помой. То есть, мы просто выживали в очень тяжелых климатических условиях зимой под 40-50. То есть, на шалости просто-напросто не было времени? Ну, что-то мы делали, конечно, шалили. Но при этом это все было подчинено общей идее, что мы находимся очень небольшим анклавом единомышленников, то есть, военным городком на краю мира и, соответственно, вокруг тундры. То есть, надо так или иначе каким-то образом выживать и... То есть, вы уже ощущение, что вы служите? Наверное, да, в значительной степени. По крайней мере, это давало мне право, как и всем детям офицеров, приходить в столовую, когда солдатскую, где привозили хлеб. И там нам штатно, как полагается, выдавали свою пайку, там, норму продуктового пайка, там, буханку хлеба в день, черного, и сад, там, батон. То есть, мы приходили и понимали, что нам вот Родина выдает эту продукту, эти продукты, на всех членов семьи. Потому что мы служим здесь, да, мы здесь живем, мы сюда приехали не потому, что мы любим экологический туризм, да, или там, увлечены романтикой севера, а просто потому, что необходимо кому-то здесь выполнять эти задачи. Ну, приезжая в отпуск, мы законно отдыхали и чувствовали себя, что имеем право, как у нас в армии говорят, кто воевал, имеет право у тихой речки посидеть. Батюшка, и все-таки, было у вас здесь и событие, за которое вам до сих пор, скажем, стыдно, неудобно? Ну, да, конечно, как и, наверное, но у меня лично были, я сжег военную машину. Каким образом? Ну, мы баловались с ребятами и нечаянно ее подожгли, и нас вызвали, командира части очень сильно ругали за то, что мы сожгли этот военный Урал. Вы просто играли и случайно... Ну, мы играли с огнем, сидя в кабине военной машины, она почему-то загорелась. Для нас, там, девятидесятилетних ребят, это был шок, мы пытались тушить, у нас не получилось, когда подошла помощь, она вся сгорела. Мы, конечно, испугались, нас сильно очень ругали. Отец наказал как-нибудь за эту историю? Ну, ему было за меня стыдно, он сказал, что его ругал командира на службе, что ему там объявили какой-то выговор или еще что-то за плохое воспитание. Мне было действительно стыдно, потому что отцу это намешало по службе, как бы вы наказали серьезно. Ну, еще двоих офицеров, детки которых тоже принимали участие, были моими подельниками. Понятно. Это очень запомнилось. А мама ваша работала при этом? Или она с вами была? В основном это работала, потому что, ну, как бы в советское время все работали, это было нормально. Сидеть с детьми как-то не понималось, как норма. В общем-то, все работали. Да. Приходится своим детям что-то запрещать? Ну, постоянно, конечно. Вы же говорите, что вы воспитываете их свободными. Ну, в детстве... Где границы тогда? Все очень просто. Тут нет никакого противоречия. Дело в том, что, ну, собственно, как и скульптор, он, собственно, убирает и убирает все лишнее, да? Так и в своих детках, пока они формируются в раннем возрасте, мы, конечно, механически ограничиваем от того, что, соответственно, сейчас им вредно. Ну, вот, например, окошко мы закрываем, да, чтобы не было сквозняка. Ведь дети не понимают, что такое сквозняк. Они просто простывают. Извините за тавтологию. А со временем ребенок уже объясняем, рассказываем. Он научается сам открывать окна в помещении не так, чтобы не было сквозняка. Но это самый элементарный пример. То есть, то же самое со всеми остальными угрозами, да? Как внутренними, душевными, духовными, так и внешними, да? То есть, вот так закрывается замок. А до этого мы, соответственно, берем и сами закрываем. А через некоторое время ребенок понимает, что открытая дверь может представлять некоторую угрозу безопасности ему, да? И он закрывает автоматически. Ребенку уже не надо говорить. То есть, мы воспитываем в нем навык, входя в помещение, закрывать за собой дверь, да? Но при этом для этого необходимо его будет несколько раз ругать, когда он забудет это сделать, да? Или, допустим, не вытрет ноги. То есть, это результат. Мы с вами говорим о том, каким ребенок будет, а о том, как этого результата достичь, это уже совсем другой действительно вопрос. Как вы воздействуете на ребенка, когда он не слушается вас? Есть какие-то, наверное, какие-то слова потом? Безусловно, обязательно. Слово потом? Конечно, да. То есть, это слово, причем это трижды слово. Следующая степень воздействия, конечно, это очень серьезное воздействие. То есть, его можно поставить в угол или даже наказать слегка, пошлепав по попе. Там, легким ремешком или рукой. При этом принципиально важно, чтобы не быть в состоянии запальчивости, раздражения, ярости, гнева. То есть, обязательно спокойно. И только, чтобы ребенок видел, что ты не хочешь его наказывать, но вынужден это делать. Потому что он по каким-то причинам безобразничает. Особенно у нас, вот в священческих и не только многодетных семьях. Когда вольно или невольно детки старшие обижают младших, когда совершается какая-то такая явная несправедливость. Кто-то с кем-то что-то не поделил. Или кто-то у кого-то что-то забрал, не хочет отдавать. Конечно, в основном помогают педагогические таланты матушки. Но в отдельных случаях каких-то таких явных, необходимых вмешательств отца. Но это всегда должны быть тяжелые танки. Это такое орудие резерва главного командования. От 203 миллиметров ствола и выше. То есть, это не надо никогда размениваться отцу по мелочам. То есть, действительно, заниматься только важным серьезом. Во многих конфликтах дети в состоянии сами разобраться. И не надо в их внутренние отношения влезать. Если они воспитываются в христианской семье, то у них очень острое чувство справедливости. Они даже сами чувствуют, что справедливо, а что нет. И, собственно, вот эта такая внутренняя их самоорганизованность, она, как правило, выстраивается тоже на христианских началах. Они знают, что нельзя там что-то съесть одному без другого. И нельзя, соответственно, совершить какое-то другое лакарство. Они ходят на исповедь, они знают, что такое грех. И, в общем-то, стараются не грешить. Спасибо, батюшка. У нас еще один звонок, город Дзержинский на связи. Добрый вечер, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите раб Божий Александр. Бог благословит вас, Александр. Аксурман полярной авиации, вы не в Рогачево не росли. Что? В Рогачево не росли. Выключите, пожалуйста, у себя телевизор. Вы не в Рогачево росли. Нет, нет, нет. Вы не в Рогачево? Я не знаю, где это. Рогачево, это, по-моему... Я понял, понял. Мне до телевизора далеко идти. А, батюшка, как с вами связаться после нестига? Можно? Ну, пожалуйста, можно связаться на мобильный телефон. В эфире я не назову. Позвоните в мой храм по телефону 598-76-59. Спасибо. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот существует греческая народная поговорка сын священника, внук дьявола. Прокомментируйте, пожалуйста, о каких здесь проблемах говорится. Ну, эти проблемы, они, к сожалению, очень серьезные. Исторически действительно уходят в, собственно, традиции воспитания в священнических семьях. Очень часто, как мы знаем из литературы и киноискусства, да, сапожник без сапог, кольчушка короткая и так далее. Очень часто, к сожалению, священник находится большую часть времени отдельно от семьи. И если матушка не находится на высоте служения, например, общий, или если сам батюшка не как должно поступает по отношению к своим близким, совершает разные вещи, которые несовместимы с самым священником. Мы же священники не с Марса в специальном контейнере пребываем, да, нам вон. А мы из общества. То есть зависит от уровня воспитания, образованности, от того, в какой семье воспитывался человек, прежде чем принял он священнический сан. Насколько серьезен он и требовательен по отношению к себе. Есть ли у него некая такая, хотя бы минимальная требовательность, аскеза в домашней жизни. Или он, приходя домой, как это говорят сейчас, расслабляется по полной, а ближние, прежде всего, детки, которые всегда по природе максималисты, видят его и очень строго судят, потому что своих всегда строже судят, чем чужих. Того, кого любишь, хочется и уважать. И если родители не заслуживают, не только в семье священников, а шире, это очень такая важная и больная проблема. Если детки только любят родителей, но не уважают, они их, как правило, не слушаются, не поступают по их словам. Авторитетом становится авторитет из-под воротни, а не, соответственно, папа и мама, которых перестают всерьез воспринимать, обычно годам 12-13 уже. Когда у человека формируется собственное «я», и он отвыкает от памперсов, в это время он, конечно, начинает смотреть вокруг, если видят, не клеится то, что папа или мама говорят, неважно, священник или предприниматель, или ученый, или, соответственно, врач, если они видят, что что-то низменное, земное, меркантильное вкрапляется в жизнь человека, который призван являть пример, образ «буде верным», написан на грести священника «словом, житием, любовью, совершенством». Вот если этого образа, или в переводе на греческий «иконы», не являет пастырь, то, к сожалению, в таких семьях дети очень часто вырастают атеистами, безбожниками, попросту говоря. Они не ценят тот дар и ту благодать, которая дается в священстве. В лицемирии, да? Да, конечно. Батюшка, у нас еще один вопрос, Московская область на связи. Добрый вечер, пожалуйста, Ваш вопрос. Да. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, я вот хотела такой вопрос. Я, у меня есть внучок, ну, я бабушка, в общем-то, молодая, только схожу не очень часто, но я верю в Бога, я молюсь перед иконами дома, вот, это у нас постоянно, это из покойных веков у нас, вот. И я с моим внуком пришли в церковь, и я своего внука хотела причастить, потому что народ уже прошел, я хотела его причастить. Ну, батюшка остановил меня, какой внука? Не я сама пошла, а внук. Он так вот пригрозить сказал, а Ваш внук знает, что это такое? А вы знаете, он у нас такой впечатлительный ребенок, если ему говоришь, допустим, ты должен принять голос Христова, да? Он этого не сделает никогда в жизни, не подойдет уже все. Он, мол, я так понимаю, вот так. Я говорю, да нет, ну как-то, он знает, молится со мной перед иконами, все, перед церковью там мы проезжаем, он обязательно перекрестится. Ну, он не стал причащать. Ну, я просто повернулась и пошла. Он, как вот это вот расценить? Как вот можно к такому... Да, если он вот как-то сибирен. А сколько лет ребеночку Вашему? Шесть лет. Шесть лет. Ну, я Вам одно могу сказать, еще раз повторив то, что уже сказал, что, к сожалению, еще говорил талантливый русский публицист XX века Николай Бердяев, что надо отделять достоинства церкви, святость нашей веры и недостатки наших христиан. Церковь уже состоит не из батюшек, она состоит прежде всего из всех верующих. А мы, священники, только возглавляем те христианские общины, да, которые все вместе и каждая в отдельности образуют таинство собрания, таинство Евхаристии, церковь. И мне кажется, очень важным, очень важным, чтобы люди за все голосовали ногами. Слава Богу, оставаясь в лоне Русской Православной Церкви, на ее канонической территории, можно, если нам нравится, по каким-то причинам, мы все люди пастыри. Мы действительно имеем и немощи, и недостатки человеческие. Мы же не святые от того, что одели на себя эти древние церковные одежды. Мы только к этой святости стремимся. И по силе дара благодати священства. И, конечно, бывает всякое. Вы уж простите нас, грешных, и обязательно сходите в следующий раз в другой храм, к другому батюшке. Я думаю, что он вам наверняка обрадуется. А ваш внучок, с течением времени, привыкнув к тому, что такое таинство в причине святых христовых тайн, будет ничтоже сумняшись, причащаться во спасение души. Божьей вам помощи. Спасибо, батюшка, за ответ. Нельзя посоветовать этой матушке, скажем, отвезти своего ребенка в воскресную школу или отдать его в православную гимназию. Вот вы заканчивали, наверное, обычную советскую школу при военном городке. Я правильно понимаю? Да, в ближайшем поселке геологов. Как вы относитесь к православным школам, гимназиям? Я спокойно отношусь. В 6 лет, мне кажется, в значительной степени важно, важно, чтобы ребенок нормально готовился к школе, чтобы, если есть какие-то дефекты речи, они были исправлены. То есть, все-таки воскресная школа, мне кажется, ее надо начинать уже одновременно или даже чуть позже с школьным обучением. Чтобы это в очень раннем возрасте, в основном, все зависит от семьи. Потому что никакая воскресная школа не сформирует в человеке вот это таинство рождения личной веры, личной, собственной религиозности, индивидуальных отношений с Богом. Это работа самого человека. И, конечно, она не сводится к конспектам закона Божия Слободского. Это все значительно позднее. Когда вам, в каком возрасте впервые вот своим детям вам приходилось рассказывать о Боге, о смерти? Ну, вообще-то, об этом говорится в молитвах утренних, вечерних. И эти упоминания очень емко откладываются в сердце деток. И они, как правило, мы не рассказываем об этом им. Они об этом сами, узнав, спрашивают. И тогда мы отвечаем. То есть, мы даем ответ в упование. Мы даем четкие представления детям о том, собственно, в чем состоит наша вера. Объясняем это понятными словами. Без омоусиус, омеусиус. То есть, без терминологии. Но детки все это понимают. И вот у нас был как-то летом такой инцидент на даче наших родственников. Пьяный сосед пришел и стал деток в наше отсутствие допрашивать на предмет веры. А где же ваша вера? Ваш Бог? Кто его видел вообще? Как и что? В чем ваша вера? Я в эту ситуацию вынужден был вмешаться, лишь услышав, как дети поют сами, сообразив символ веры. Этому соседу на его вопрошание. В кого они веруют. И, собственно, не знаю, удовлетворился ли он, но я был полностью удовлетворен. Они использовали символ веры самым подходящим образом. Собственно, для этого, наверное, он и был создан. Батюшка, какие вы книги им читаете? Если читаете вообще. Ну, я честно скажу, что читает в основном супругу, делает это каждый вечер. Но это добрые, обычные сказки, которые читают детям. И помимо этого, они очень любят волшебника изумрудного города. А младшим сейчас супруга читает про трех поросят. Совершенно некошерная, замечательная сказка. И мне еще кажется важным, чтобы мы обращались к христианскому наследию европейских писателей. И очень часто супруга читает детям прекрасные сказки Ганса Христиана Андерсона. И вот сказки скандинавских писателей, их там два десятка у нас уже книжки, прекрасные христианские сказки, самых разных авторов, помимо путешествий Нильса с дикими гусями, есть огромное количество прекрасных сказок, которые и финских, и шведских, и норвежских писателей, я с трудом выговорю их имена, но они замечательные, есть в нашей домашней библиотеке, нам очень нравятся. Это те же книги, на которых вас воспитывали? Ну, отчасти, наверное. Все-таки моя супруга выросла в Москве, и у нее больше было возможностей для гуманитарного воспитания в детстве, и соответственно, у нас таких книг в основном просто не было. В наше детство их, как правило, еще не перевели и не печатали. Но в вашей домашней библиотеке в семье, наверное, были советские книги. Сейчас они приходят? Безусловно, конечно. Мои дети представляют себе, чем война, мягко говоря, 1812 года отличается от Великой Отечественной войны. Они участвуют в мероприятиях, в которых участвует военно-патриотический клуб Илья Муромин с прямой храмом. Ездят на раскопки, когда детки по 10 дней своими руками из разрушенных блиндажей и окопов достают останки солдат. Когда в этой болотной весенней жиже находят медальоны, предметы нехитрой солдатской утвари или оружия, когда вынуждены сталкиваться с неразорвавшимися боеприпасами, хоть и под присмотром инструкторов, но это реальный риск. Замерзшие, холодные, но для них война – это то, что болит под обрезанными пальцами, ногтями, и они этим живут во многом. И я считаю, что это очень важно. Вообще, все наши телезрители, уважаемые, я бы хотел обратить на это внимание, что если мы говорим о каком-то таком христианском противодействии разрушительному действию, например, того же телевизора, по которому мы сейчас с вами общаемся, то необходимо прежде всего не говорить, а показывать. А поскольку христианского телевидения у нас в России на центральных каналах нет, и христианских передач крайне мало, хоть они и все-таки, слава Богу, есть, то значительно важны, более впечатлительно для детей будет давать потрогать руками. Поэтому любой туристический поход, любое паломничество по святым местам, или участие созидательное в создании разрушенных святынь, или вот такая военно-мемориальная поисковая работа, это всегда больше впечатлит душу подростка, ребенка, чем, соответственно, программа какого-нибудь развлекательного канала. Там всего лишь показывают, а здесь ребенок соучаствует, со переживает, сострадает, трогает руками. Поэтому если мы хотим воспитать деток христианами, с ними надо ездить, с ними надо ходить, на них надо тратить время, именно вместе с ними делая самые простые вещи, будь это уборка листьев, или, соответственно, совместный поход по каким-то значительным местам. Есть очень много мест, которые в нашем Отечестве свидетельствуют о величии духа и подвигах не только воинских наших предков. Это очень важно. Дорогие друзья, напомню, что с отцом Михаилом мы беседуем о воспитании детей, ну и в частности о том, как отец Михаил воспитывает своих. Батюшка, а какой у вас литературный персонаж любимый, если такой существует? У меня из любимых литературных персонажей никогда не задумывался. Я как-то достаточно спокойно относился к жанру художественной литературы с детства, и я не могу сказать, что мне очень сильно симпатичен Пьеро или Пуратино. Всегда каждая сказка интересна и своим сюжетом, и теми назидательными историями, из которых она состоит. Но при этом я, честно говоря, с трудом сейчас реконструирую в своей памяти литературных героев. Хорошо. Какое произведение вас научило более всего или какому-то яркому принципу, который вы помните из детства? Безусловно, что уже в более-менее зрелом возрасте, школьном, то есть там 3-й, 5-й класс, когда я научился читать такие произведения, как «Азорь здесь тихий» или «Как закалялась сталь», меня впечатлили значительно больше, чем романы Дюма о мушкетерах. Я чувствовал, находясь сам очень часто, проживая там, где шли страшные бои, например, в Вязьме, в Оржеве, где буквально в те 70-е годы, когда я рос, я видел засыпанные осколками воронки, разрушенные остовы деревень, так и невосстановленных. Мы постоянно сталкивались с неразорвавшимися боеприпасами. Это все очень сильно впечатляло, и я прекрасно понимал, насколько страшно и тяжело то, что пережило поколение фронтовиков, и в каком неоплатном долгу мы перед ними. Наверное, в моем сердце эти воспоминания детства и были одной из серьезных причин, почему, собственно, работа с военнослужащими в вооруженных силах. Духовное кормление именно воинов в моем сердце вызывает такое очень живое искреннее участие. Я действительно люблю и уважаю тех людей, которые в это непростое время продолжают защищать нашу Родину. Представьте себе, что такое Россия без ракетных войск стратегического назначения. Это банановая республика, только без бананов. У нас бананы не растут. Это уже не Россия. Это территория, которая, к сожалению, распадется на клочки. Именно сила духа тех очень немногих сотен тысяч людей в погонах, которые продолжают выполнять свой долг. Кто-то по старинке, опираясь на те нравственные идеалы, сформированные в Советском Союзе, таких, к сожалению, немногих. Кто-то из каких-то весьма и весьма прозаических представлений о собственном быте и способах его устройства. Но многие по-прежнему руководствуются живым чувством служения, желанием по-настоящему быть полезным в своей стране. Вы не поверите, но большинство военнослужащих, с которыми я общаюсь, в общем-то, каждый день в разных родах и видах войск, в общем, по всей стране, вот завтра улетая, уезжая в очередную командировку, я вижу, что это люди, которые служат не за жалование, а именно за долг и за честь, любят свою страну таких людей, не умеющих говорить красивыми словами, но каждый день выполняющих свой высокий долг, очень много. И именно их трудами до сих пор стоит наша Родина. Сколько среди них верующих? Вот тех, кто... Ну, если мы возьмем официальный опрос социологический, социологического центра Минобороны, ну, я их все-таки приведу, то по статистике примерно 75% военнослужащих российской армии называют себя верующими. Из этих 75% более 85%, даже 87% называют себя христианами, православными. А от 9 до 12% относятся к мусульманам. Все остальные религии представлены в рамках арифметической погрешности, там 1-2%. И сколь-нибудь существенного количества никого, кроме православных, и значительно меньшего, но все-таки количество мусульман, в некоторых частях их 20%, где-то 25%, но в основном от 5 до 12% в разных частях. Вот больше никого нет. И, собственно, из этого количества людей, которых мы называем воцерковленными в армии, наверное, наберется до 5%. Они есть в каждой части, подходят под благословение, соответственно, говорят «Спаси Господи», освоили нашу всю терминологию церковную. Но тех людей, которые живо этим интересуются, но привыкли не говорить об этих слишком важных и дорогих о них вещах вслух, живо интересуются всем, начиная от церковных новостей каких-то официозных и заканчивая книгами святых отцов и читают эти книги, таких значительно больше. Мне периодически приходится в органах военного управления отвечать на весьма такие изысканные вопросы и комментировать труды святых отцов, которые читают очень опытные полковники в оперативных управлениях, то есть там, где, собственно, принимаются решения мус-кармии, или дискутировать на богословские темы с преподавателями военной академии генерального штаба, то есть там находятся такие зубры, что мне приходится очень судорожно искать аргументы, вообще копаясь в своей утлой памяти, которую давно следует сделать апгрейд. Спасибо, батюшка. У нас звонок, город Клин на связи. Добрый вечер, пожалуйста, задавайте Ваш вопрос. Город Клин, мы Вас слушаем. Клин? Клином. Да, пожалуйста, задавайте Ваш вопрос. Да, пожалуйста, Ваш вопрос, простите, оговорился. Добрый вечер, рабобой, благослови, батюшка, рабу Божью Надежду. Божей помощи вам, Бог благословит. Скажите, пожалуйста, вот я в церковь не хожу, я не могу туда попасть всегда, а общаюсь всегда с Вами по телевидению, что вечерний, что упрешний, и вообще я с Вами общаюсь. Как это? Счет, не счет? Можно так общаться без церкви, без ничего, так как у нас невозможно попасть? Скажите, пожалуйста. Ну, конечно, в счет, причем счет в Вашу пользу. Вы, если смотрите, и Вам это важно, значимо, значит, конечно, это польза духовная, но это не заменит участие в таинствах, никоим образом не заменит, прежде всего, таинство Евхаристии. Надо обязательно, матушка, хотя бы иногда и причаться, исповедоваться, и найти батюшку, которому бы Вы открывали свое сердце. В этом смысле телевизионный наш формат должен стать лишь побудительным мотивом для этого более важного дела. Батюшка, Ваши ребята пойдут в армию? Будут служить? Надеюсь, конечно, но... В каких войсках Вы их видите? Михаил, эти разговоры пока бессмысленны. Очевидно, принцип, никуда не напрашиваемся, ни от чего не отказываемся, на все воли Божьи. Мне кажется, это правильно. Если все будут проситься в десант, то кто будет служить во всех остальных родах и видах? С другой стороны, понятно, что еще Ронид Декарт говорил, что случайность тот псевдоним, под которым себя в этом мире являет Господь Бог. Ничего случайного здесь быть не может. Я верю и молюсь, как пастырь, что Господь управит. Батюшка, скажите, пожалуйста, Ваши родители благословляли Ваш брак? Или как нынче Вы познакомили их? Ну, очевидно совершенно, что участие родителей в создании современной семьи и даже современной христианской семьи оно значительно меньше, чем осознанный личный выбор самих будущих супругов. При этом мне хотелось бы все-таки настоятельно убедить наших телезрителей, что никогда нельзя игнорировать родительское благословение и мнение родителей. Если родители выступают резко против Вашего избранника, то всегда стоит прислушаться к их мнению. Они же хотят пользы и разобраться. Далеко не во всех случаях, я уверен, родители поступают разумно, мешая созданию семьи. Но при этом их всегда стоит выслушать, всегда прислушаться к их аргументам, потому что они Вас любят. Любят, и эта любовь дает им право участвовать, соучаствовать в этом Вашем жизненном выборе. При этом все равно этот выбор остается за самим человеком. И никто не вправе делать его за него. Даже таинства венчания не будет действительно, если брак заключается двумя супругами недобровольно, а по какому-то принуждению или расчету. Спасибо за ответ. У нас еще один звонок. Город Белгород на связи. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте Ваш вопрос. Здравствуйте, батюшки. У меня такой вопрос. Один. Алло. Да, слушаю, только я в студии один. Здравствуйте. Понятно. Значит, в бытие написано, что Бог благословил мужчину и женщину, сказав, плодитесь и размножайтесь. А мне интересно, вот а в каком состоянии на тот момент пребывали люди? Наверное, не в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, потому что вот когда Христос в нашей земной жизни говорил, «По воскресенье в жизнь вечной не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии». А как это понять? Какое состояние имеется в виду? Спасибо. Как известно, грех, первородный грех Адама заключался в непослушании, а не в том, что Адам познал свою жену Еву. И никоим образом нельзя связывать, это было бы очень ошибочно, и, к сожалению, это есть в ряде таких нехристианских сект, которые мимикрируют подхристианство запрет на отношения родовые между супругами. Или говорится, еще начиная с древних еретиков, о том, что несовместимо с родовыми отношениями супругов вообще всякая надежда на спасение души. Конечно, брак честен, учат церковь и ложи нескверно. И христианский брак есть одна из высот, которой еще далеко не каждый сподобится создать христианскую семью в христианском браке. Поэтому этим не надо тяготиться, и благословение Божие, которое было дано нашим святым прародителям до грехопадения. Конечно, никоим образом не означало сознательное понуждение их к тому, чтобы они начали жить родовой жизнью. Это означало благословение, то есть саму возможность, а время, место, количество, все это оставалось и остается за рамками библейского текста, остается на усмотрение, на совести христианской самих супругов, которые, собственно, в браке и взаимной любви и согласии призваны решать эти важные, но очень личные вопросы. Никому не стоит, наверное, в эту такую внутреннюю часть семейной жизни вторгаться, но при этом самому каждому приходится, соотносясь со своей совестью, и в том числе с теми наставлениями, которые нам известны из Священного Писания, осуществлять вот эту свою земную жизнь. Мне кажется, что эти противоречия, где даже не совсем понятно, настолько надуманы, нет никакой проблемы. Господь заповедовал нам действительно жить в любви и являть эту любовь по отношению к своему помощнику, каковой является супруга, по-моему, это радость, а не труд. Но наш собеседник еще упомянул слова о том, что в Царстве Божьем не будет ни мужей, ни жен. И несомненно, что отношения между близкими людьми в семье, которые живут в честном браке, уже в этой земной жизни, родовые отношения прекращаются от возраста, от немощи, и это никоим образом не означает, что они предстают друг друга любить. Человек с возрастом становится мудрее, тоньше, духовнее. И то, что было важным, очень важным для него в начале семейной жизни, со временем, несомненно, находит какие-то другие, более возвышенные формы выражения своих взаимных чувств. И то, что всю свою оставшуюся жизнь в пожилом возрасте, как правило, благочестивые люди проводят в служении собственным деткам, собственным внукам, служении ближним, в разных формах социального милосердия и благотворительности. То есть тратят все больше времени и таких немногочисленных оставшихся сил не на себя, а на служение ближнему. И никоим образом здесь не тяготятся этим, наоборот, радость пойти с внучком. В храм, да, несмотря на больные ноги. Или большая радость взять и помочь соседке, которая еще более престарелая, не может сама купить себе продукты в магазине. Испокон века милосердие и сострадание наполняли сердца людей в преклонном возрасте. Они не стремились к тому, чтобы приобрести Виагру, а стремились к тому, чтобы приобрести Царство Небесное. Здесь нет противоречия. Спасибо, батюшка. У нас еще один звонок, Московская область на связи. Добрый день. Задавайте, пожалуйста, Ваш вопрос. Здравствуйте. Благословите, пожалуйста. Бог благословит Вас, матушка. У меня два вопроса. Первый вопрос. Как раз вот здесь было, вопрос Вам задавали о том, чтобы обвенчаться. Вот я 34 года замужем с мужем, и вот тоже бы хотелось бы мне обвенчаться с ним. Но вот как-то вот он все время, муж, отходит от этого вопроса. И мне бы хотелось бы с Вашего совета. Стоит ли теперь уже спустя 34 года нам обвенчаться? А мне бы вот, ну почему-то вот душа просит, чтобы мы с ним обвенчались. А второй вопрос у меня в том, что, Вы знаете, получилось несчастье. У нас упала с балкона моя дальняя-дальняя родственница. Завтра у нас похороны. При морге отказались отпевать ее. Нет доказательств того, что она упала случайно. А мы-то знаем, она к юрсалимской стене ездила. Вот с внуком со своим. Поклонялась. И как бы у нее моральное такое настроение было. Хорошая она оттуда приехала. Веселая, радостная, что вот она к стене плача съездила в Юрсалим. И вдруг такое несчастье. Вот завтра похороны отпевать как бы не соглашается. Скажите, батюшка, вот ну что же, вот что нам делать? Вот как теперь поминать ее? Что делать-то нам теперь? Она была крещена в православной вере? Да, да. Она крещеная. Крещеная. Крещеная? Ее можно отпевать ровно настолько, насколько церковные каноны имеют расширительное значение. То есть, если есть даже вероятность того, что человек не покончил жизнь самоубийством, или сделал это в состоянии психического заболевания, аффекта, в этом случае по церковным канонам можно отпевать. Если священнослужитель отказывает, ссылаясь на какие-то сложности, вам надо пойти в местное епархиальное управление, если это в области московской, то это в Новодевичьем монастыре, а если в городе Москве, то это чистый переулок, дом 5, в московскую патриархию, и там, соответственно, священник, дежурный, специально уполномоченный, выдаст вам свидетельство о благословении священноначалия на отпевание, которое будет обязательным для того священника в том храме, где вы это отпевание планируете, в качестве уже указания о священноначале. Что же касается самой ситуации с вами, то здесь очень важно понять, что таинство венчания, таинство любви, которое венчает те взаимные чувства и ту взаимную веру, которая привела двух людей к сознательному желанию присягнуть на верность пред Богом и Церковью друг к другу. Если этого желания у вашего супруга по каким-то причинам нет, наверное, не нужно никоим образом его к этому понуждать. Вообще само таинство венчания, как известно, в Церкви возникло только в завершенном нынешнем виде к 8-9 веку. То есть ни родители наших древних церковных святителей, святых отцов, никто из них не венчался. Они вместе ходили в один храм, вместе причащались до чаши, вместе получали благословение епископа или пресвитера и заявляли общение о том, что отныне они муж и жена, а расписывались они или регистрировались по светским законам. Только позже Церковь уже взяла на себя функции регистрации актов гражданского состояния. Это произошло не сразу. И никоим образом не ставилась под сомнение, допустим, святая блаженная Макрина, бабушка святителя Василия Великого, его сестра и его мать, которая тоже прославлена в лике святых, никоим образом не ставилась под сомнение то, что их брак был христианский, и Господь благословил их дивным угодником Божьим, святителем Василием, архиепископом Кесарей Каппадокийской, много других примеров благочестивых семей, которые не были венчаны сами по себе. При этом несомненно, что таинство венчания важно, и это благословение Божие, которое никоим образом нельзя ничем заменить, все-таки происходит только по взаимному согласию и любви. Поэтому молитесь за Вашего супруга, старайтесь быть доброй христианкой, чтобы он, видя Ваши добрые дела, захотел с Вами венчаться и вместе войти в Царство Небесное. Спасибо Батюшку за ответ. Скажите, пожалуйста, бывали ли у Вас с детьми такие ситуации, когда Вам приходилось им уступать? Ну да, наверное, конечно, были. Я же тоже бываю неправ. Что-то не заметил, неправильно понял. Где-то излишне эмоционально отреагировал, или несправедливо наказал. Приходится попросить прощения обязательно. А как же без этого? Бывали, наверное, случаи, когда дети Вас чему-то научали? Ну, конечно, меня дети каждый день научают. Прежде всего, искренности, не надувать щеки, там, посмотрев на свои одежды в зеркало. Как-то быть проще к людям. И стараться как-то понимать, что Господь же сказал, и последние будут первыми, что с нас, с священнослужителей спрос будет в разы строже, чем с деток или просто с благочестивых мирян. В Царство Небесное же священнику попасть намного сложнее, чем обычному мирянину. Именно поэтому у нас в святцах за две тысячи лет почти нет праведных священнослужителей. Кроме отца Иоанна Кронштадтского, отца Алексея Мичева, наверное, будет сложно назвать еще даже десять праведных иереев и протоиереев, которые бы явлены были всей церкви. В основном, к сожалению, опять же, сапожник без сапог. И мы в лике святых прославляем священно-мучеников, то есть тех священнослужителей, которые в годину гонений на церковь, мученической кончине, венчали свой жизненный выбор служения, профессии. А многие, к сожалению, этому не соответствовали. Если бы все соответствовали, может быть, и большевистской революции бы не было. А так, к сожалению, в один список писали попы, буржуи, капиталисты. И сейчас, к сожалению, эти немощи и ошибки мы часто, прости нас, Господи, повторяем, и поэтому многие люди нас не понимают. Спасибо за ответ. У нас еще один звонок, Новокузнецк на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Михаил, благословите. До конца эфира остается очень мало минуточек. Можете, благословите. Слушаю. Сразу вопрос. Вопрос таков. Значит, у меня два сына, вообще семья многодетная, я самая милосердия, и хотела бы вот еще что спросить. Один сын заканчивает университет Москвы, на отлично в этом году, значит, дипланирует. Глубоко верующий, даже в семье есть Библия, которую патриарх Алексею подарил ему, лично вручил по окончанию 11 класса храме Христа Спасителя. Второй сын, значит, тоже глубоко воцерковленный парень, преподаватель живописи в Восточной Сибири, служит в армии. Что касается, которые служат в армии, там, значит, они не посещают храмы, как бы это и даже не положено. Вот, и как может быть, ну, это даже, ну, в общем-то, понимаете. А второй, который в Москве заканчивает, вот он будет призываться в армию. И вот, скажите, пожалуйста, есть ли у нас такие войска, где православные ребята с высшим образованием, которые глубоко верующие в православную семью, воцерковленные... Ваш вопрос, понятие. Воздушно-десантные войска, приходите к нам в ВДВ, все жанры, кроме скучного, и в каждой части есть православный храм и православный батюшка. Но при этом помните, что ВДВ войска для войны, и вашему сыну придется с оружием в руках почти наверняка защищать свою родину. Я не вижу здесь противоречия. У нас таких ребят очень много и в других родах и видах войск, но те войска, которые ближе к зонам локальных конфликтов, там люди серьезнее относятся к этим вопросам. Вы простите, Россия очень большая, очень много частей. До Сибири пока руки не дошли, и хотя мне самому не раз приходилось бывать в командировках практически везде, за раз приходилось по 500-600 солдат и офицеров крестить, потому что пастыри, там очень слабые епархии, очень мало священников, очень большие расстояния, и много на китайской границе до сих пор частей. Поэтому работа там будет организовываться в рамках той штатной структуры, которую мы сейчас в Министерстве обороны создаем. В каждом соединении, в каждой бригаде обязательно будет православный батюшка. Я думаю, что это вопрос ближайшего года или максимум двух. Батюшка, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Благословите наших телезрителей. Божьей помощи вам Бог, вас мои дорогие благословит. До свидания. Дорогие друзья, спасибо за ваши вопросы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»